И спустя 30 лет цель Азербайджана остается неизменной. Обеспечить как свою энергобезопасность, так и регионы и даже мирового экономического пространства. Для этого у нас есть огромный потенциал возобновляемых источников энергии, включая Каспийское море. А Бакинской энергетической недели и других важных событиях, уходящих в 7 дней, смотрите в течение ближайшего часа. В студии Мехребанка Сумва добрый вечер. Итак, участники Баку Energy Week обсуждали проблемы энергетики и экологии. Сотни делегатов подчеркнули масштабность мероприятия и отметили роль Азербайджана касательно процесса перехода на возобновляемые источники энергии, а также значительного снижения вредных выбросов в атмосферу. В открытии 29-й международной выставки «Нефть и газ Каспий» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия» «Каспиан Пауэр» в рамках Бакинской энергетической недели участвовал президент Ильхам Алиев. Сегодня действительно знаменательный день. Спустя 28 лет после подписания на нефтегазовые выставки контракта по разработке месторождения «Шар-ден-Из» мы подписали новый контракт, на основе которого будет проведена церемония закладки электростанций мощностью 1 гигаватт. Как я уже сказал, это только начало, потому что у нас огромный потенциал. Нашими партнерами являются ведущие компании глобального масштаба. Как я уже сказал, Маздар – чемпион в области зеленой энергетики и перехода к зеленой энергетике. Думаю, это не просто совпадение, что Азербайджан будет принимать КОП-29 через год после проведения конференции в ОАЭ. Мы очень ценим то наследие, которое ОАЭ оставили нам. Президент Азербайджана неоднократно говорил, нас нельзя винить в том, что у нас есть нефть и газ. Это Божий дар. А нас должны судить не по нашим ресурсам, а по нашим действиям, тому, как мы распоряжаемся этими ресурсами. Подробнее мы обсудим с гостем нашего эфира. На связи с нами политолог, профессор университета регионоведения Хангук Ровшан Ибрагимов. Ровшан, добрый вечер. Добрый вечер, Баку. Итак, Ровшан, мы знаем, что начало 90-х было крайне сложным для Азербайджана. У нас тогда были внутриполитические распри. И все изменилось после того, как Гейдар Алиев вернулся к власти в 93-м году. Этот год стал переломным. Мы знаем, что в 94-м году, естественно, в энергетическом сегменте Азербайджана произошел серьезный рывок. Речь идет о контракте века. Нынешнее мероприятие стало фактически продолжением и первой международной демонстрацией потенциала страны. Какие возможности сегодня Баку Energy Week дала участникам этого масштабного мероприятия? В чем значимость? Ну, там было все. В этом году, должен сказать, весьма интенсивно проходила эта неделя. Кроме того, давайте вспомним, что это как раз 30 лет с момента подписания контракта века. Кстати, название было дано не Азербайджанам, а американцами. То есть, они считали, что подписание такого договора в регионе бывшего Советского Союза, куда западные страны в момент существования этой страны проникнуть не могли, и при том в таких ужаснейших геополитических и геоэкономических реалиях удалось достигнуть того, чего, скажем, довольно долгое время препятствовали региональные силы. И это, конечно же, опять же, действительно заслуга президента Гейдара Алиева, его гениальность, его стратегическое мышление, которое привело возможности. 30 лет я не случайно заявил, поскольку это, в принципе, период, на который был подписан контракт века. И в этом году должен был завершиться он согласно тому договору, который был подписан 20 сентября 1994 года. То есть, в сентябре должно было завершиться, но мы знаем, что была пролонгация 2017 года, расширение контракта века, и последующие, как минимум, скажем, порядка 30 лет этот проект все еще будет работать. Должен сказать, что когда договор подписывался на месторождение Газа Рича Рагу нашли, рассчитывали, что общие залежи составляют порядка 500 миллионов тонн. Потом они были расширены до 1 триллиона, 500 миллиардов, извиняюсь, задания, они были увеличены. И вот сейчас тоже идет разговор, что потенциал этих месторождений еще не иссяк. Со следующего года здесь на глубине будет производиться природный газ. Азербайджан постепенно из нефтяной стороны превращается в нефтегазовую и превращается в основного экспортера природного газа. Что еще интересно, на этой площадке, в этой неделе, бакинской площадке энергетики, во-первых, было подписано соглашение о присоединении венгерской государственной энергетической компании МВМ к месторождению Шарданис. Они приобрели порядка 5% доли в этом месторождении. Ранее венгерская компания МВМ участвовала в проекте Азри Чарагунашли. И это показывает также диверсификацию и высокий интерес к тем месторождениям, которые все еще на разработке в Азербайджане. Помимо этого, должен сказать, что, наверное, 30 лет назад никто не мог предположить, что данная площадка и платформа будет превращаться также местом обсуждения альтернативных энергетических ресурсов. И совместно с компанией Мазда из Объединенных Арабских Эмиратов Азербайджан провел также онлайн мероприятие начало строительства трех станций, двух солнечных электростанций, одной ветряной в районах Азербайджана. И это было демонстрировано именно непосредственно на данной площадке. И должен отметить, что если буквально 10 лет назад статистика показывала, что страны, богатые нефтью и газом, не очень-то увлекаются в их эффективности использования как в процессе производства электроэнергии, так и с точки зрения охраны окружающей среды. И абсолютно не беспокоиться о внедрении альтернативных источников энергии. И вот через какие-то 10 лет Азербайджан становится локомотивом производства альтернативных источников энергии, планирует сокращать эмиссию выхлопных газов и, кроме того, экспортировать зеленую энергию в первую очередь Европе, я думаю, на перспективе и другие иные страны, не только в западном направлении. И должен отметить, что план у Азербайджана к 2030 году увеличить производство альтернативных источников энергии до 30%. Если дать вам пример, это процесс как внедрение альтернативных источников энергии, декарбонизация. То есть по сравнению с Южной Кореей, такой разбитой страной, которая, скажем, может себе позволить внедрять новейшие технологии и лишенная нефти и газа, серьезнейшим образом в этом показали цели отстает от Азербайджана. Уже сейчас она отстает с точки зрения использования альтернативных источников энергии для производства электроэнергии, если не считать, скажем, ее потенциал атомных электростанций. Я имею в виду здесь солнечную энергетику, ветряную, а также посредством гидроэлектростанций. И добавок, должно сказать, что до 30% электроэнергии в Корее все еще производится из каменного угля. Рахшан, особое внимание также участники мероприятий в рамках Бакинской энергетической недели уделили проблемам экологии, изменениям климата. Для нас сейчас это всегда было и сейчас особенно является важной темой, так как Баку является хозяйкой проведения КОП-29. Какую роль? Совершенно верно, вы правильно отметили. Здесь несколько факторов. Азербайджан старается создать имидж страны вслед за страной ОАЕ, Арабских Эмиратов, потому что КОП-28 проходил там. Как страна, которая богатая нефтью и газом, энергетическими ресурсами, может внедрать альтернативные источники ресурсов, сокращать выбросы эмиссии выхлопных газов, которые являются основной проблемой, экологическим вызовом в ближайшие годы. И учитывая, что Азербайджан как авангард также выступает с новой повесткой дня, поддержка в этом вопросе развивающейся страны, в первую очередь это страны, которые группируются под идентификацией «малые островные государства». Здесь сформирован определенный фонд. Азербайджан старается способствовать их, как говорится, экологическому развитию, экономическому развитию. Кроме того, эти малые островные государства страдают от изменения климата по причине того, что все больше эти острова погружаются в океаны, и в ближайшее время, возможно, некоторые страны просто исчезнут с лица земли. Одна из первых стран, которая может столкнуться с этой негативной тенденцией, это Кирибати. Тувалу также сталкиваются негативными. Последствиями Малдивские острова, также имеется разговор, что вполне возможно, они также потеряют часть своей территории. То есть это довольно острая тема, которую выдвигает Азербайджан целостным образом, на особенной платформе. И, как я заметил, это стала повестка Дня Азербайджана. Недавно, вы знаете, спикер Амели Межлиса посетил Антиква и Барбута. То есть это тоже показывает то, что Азербайджан уделяет малым островным государством не только на словах, но и на деле. То есть старается найти возможности для практической деятельности. То есть весьма интересная практика ожидает Азербайджан. И кроме того, приглашены многие лидеры стран. Я думаю, что будет довольно широкое представление со стороны стран движения и присоединения. Здесь, в первую очередь, африканские страны. Я думаю, что это тоже продолжение той повестки дня, которую начал Азербайджан с 2019 года, будучи председателем этого движения. И, как говорится, в порядке председательства Азербайджан также внес довольно весомый вклад в развитие этой организации, ее жизнедеятельности. А поскольку это в основном развивающиеся государства, то я думаю, что для них повестка дня перехода от традиционных источников энергии на альтернативные, современные, а это, вы знаете, довольно финансово емкий процесс. Это требует больших вложений, которые, я думаю, у этих стран имеются серьезные нехватки. И поскольку они развивающиеся страны, в процессе транзиции, учитывая, что они стараются формировать свой индустриальный пласт, это будет более, как говорится, щепетильно и сложно. И поэтому это должно происходить параллельно. И данная повестка дня нельзя исключать все негативные возможные последствия и стараться медитировать их в процессе развития. Еще один вопрос, по которому хотелось бы услышать ваш комментарий. Мы знаем, что это очень редкая энергетическая встреча такая в мире, и по поводу которой президент США, Байден, направил поздравительное письмо участникам Бакинской энергетической недели. Можно ли сказать, что это ответ всем тем, кто говорил о том, что якобы отношения Азербайджана и США разорваны, имеются в виду армянские лоббистические группы. И это уже второе письмо Байдена за неделю такое. И кроме того, было направлено несколько писем от глав государств по поводу такого масштабного мероприятия в столице. Достаточно поздравления с Днем независимости 28 мая. Я и раньше могу дать примеры, что главы государств и США посылали, скажем так, статистическое поздравление, но я не припомню, чтобы ранее президенты США отправляли специфичное, столь детально разработанное поздравительное письмо. Я должен сказать, что видно, что над этим письмом работали, скажем так, группы и те люди, которые непосредственно специализируются на регионе, поскольку если взять письмо и провести герметический анализ, то с точки зрения интерпретации, туда включены абсолютно все те темы, которые непосредственно на повестке дня у Азербайджана в регионе и в целостном восприятии со стороны мира Азербайджана. Да, там совершенно поменялась риторика восприятия, все те терминологические формуляры, которые использовались в последнее время со стороны США с помощью наушивания со стороны армянской диаспоры. Это открыто и ясно, поскольку появилась некоторая брешь по внешней политике Америки, когда процессы начали быстро развиваться на Южном Кавказе. И в тех аспектах иногда диаспорские логистические группы могут встрять и определить определенное направление во внешней политике. Но когда формируются национальные интересы более четко, то использовать логистические приемы просто является национальным предательством и, как говорится, преступлением. И поэтому, я думаю, после этого письма все-таки попытки логистов и всех тех сил, которые пытаются препятствовать дальнейшему развитию Азербайджана и миру в регионе, они получили ответ и, наверное, будут более осторожно теперь действовать. И думаю, что, наверное, будут искать другие бреши, чтобы хоть как-то продолжать вредительства, которые, кстати, не парадоксально, не сколько негативно влияют на Азербайджан, сколько на Армению. И это показывает, что имеется весьма серьезный вакуум в отношениях между государством Армения и интересами диаспоры. То есть они реализуют интересы, не оглядываясь на пожелания и ожидания Армении. И в этом смысле они только наносят вред, и мы стали свидетелем, сколько раз и как раз это происходило. Поэтому письмо Байдена весьма значимое. И это означает, что неважно, кто изберется в этом году президентом США. Эта страна выбрала курс конструктивности в отношении с Азербайджаном. И я думаю, что даже пример того, как посол США отправился в СССР, лично подтверждает то, как у США восприятие стало меняться и становиться на более конструктивной реакции. Наверняка в США поняли, что важно сохранять нейтралитет в отношениях между Арменией и Азербайджаном, для того, чтобы дальнейшие отношения с Баку получили свое развитие. Руфшан Валим, спасибо вам. Я скажу больше. Даже развивать отношения с Азербайджаном, а не только сохранять нейтралитет и паритет. То есть ситуация меняет. Спасибо вам огромное за то, что присоединились к нам и за ваши содержательные комментарии. Я благодарю вас. Спасибо. Значение Бакинской энергетической недели роль Азербайджана нам комментировал политолог, профессор университета региона ведения Хангук Руфшан Ибрагимов. Наша страна строит партнерские отношения с разными государствами. На высоком уровне сегодня и связи с Египтом. А поворотным моментом в их развитии стал официальный визит Ильхамалиева в Каир. Стороны наладили тесное сотрудничество. Взаимная поддержка есть в организации исламского сотрудничества, движении неприсоединения и других международных форматах. Период нашего председательства движения неприсоединения, урегулирования палестино-израильских отношений и создания независимого палестинского государства всегда находились в центре внимания. Было проведено много мероприятий. Позиция Азербайджана однозначно должно быть создана независимое палестинское государство. Восточный Иерусалим должен быть его столицей. Необходимо как можно скорее остановить сегодняшнюю трагедию в Газе, остановить войну. И все вопросы должны решаться путем переговоров. Азербайджан – это страна, которая постоянно вносит свой вклад в исламскую солидарность. Для нас очень важны вопросы, волнующие исламский мир. Глава государства провел встречу с шейхом Аль-Арсхара, верховным имамом Ахмедом Мухаммадом Ат-Таебом. Продолжим мы обсуждать эту тему с политологом Рауфом Раджабовым. Он на связи с нами посредством ЗУМ. Рауф Мялим, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Итак, Рауф Мялим, мне сразу, не отходя от дела, так как говорится, каков вклад Азербайджана и Египта в укрепление исламской солидарности? Ну, общеизвестно, что эти две страны, ключевые страны исламского мира. Но если взять Азербайджанскую республику, это еще плюс тюркский мир. И еще тут есть вопрос конфессионального принадлежности. Это шиизм. Но не политический шиизм, как в Исламской республике Иран. Это традиционный, толерантный шиизм. В свою очередь, Арабская республика Египет, это и исламская страна, и арабская страна, одна из 23, один из лидеров арабского мира. И все-таки традиционный суннизм. Там разные мосхабы, но тем не менее, это не реакционные течения. И все-таки вопрос братьев-мусульман, которых стоял одно время, это не является, скажем так, общепринятым мосхабом для всех египтян. Поэтому, естественно, что это взаимоотношение и Азербайджанской республики, и Арабской республики, и Египет зависит не просто существование этих двух стран на уровне межгосударственных взаимоотношений, но и образца, примера, модели, как могут существовать и дружить, сотрудничать такие страны, которые принадлежат, скажем так, в какой-то степени таким важным, ключевым элементам. Я имею в виду исламскую принадлежность. Рафмалем, какое значение для нас представляет Египет? Вы знаете, дело в том, что Египет это все-таки ключевая страна, которая объединяет регионы и Африки, и Ближнего, и Среднего Востока, и Средиземноморья, это ворота в Европу. В данном случае Египет это очень, это древнейшая цивилизация со времен ООНа, поэтому все эти вопросы, они имеют место быть, то есть история имеет продолжение, история не заканчивается, поэтому естественно, что если взять, к примеру, транспортные коридоры, я имею в виду северный, восток, западный, Азербайджан это транспортный хаб и энергетический хаб на Евразийском континенте, в свою очередь Египет это тоже узловой хаб, Суевский канал, и очень часто многие эксперты, политологи, и даже политики спорили и противопоставляли Суевский канал и те коридоры, которые проходят через Азербайджанский спор. Сегодня мы стали свидетельными того, что господин Ильхам Алиев, председатель Абриджанской республики, он выполнил эту важную миссию. Сегодня идет соединение этих двух хабов в одно целое. Если Черноморский регион, Южный Кавказ, Каспийский регион, Центральный и Южная Азия, они эту пространство называют Большим Кавказом, большим регионом геополитическим, то если взять то, что стал выше, это Большой Ближний Восток. Сегодня практически идет слияние Большого Ближнего Востока и Большого Кавказа. Естественно, что это большая миссия по реализации тех самых проектов. Ведь Арабская Республика Кимель, к примеру, по передаче электроэнергии, она участвует в восьмерке стран, которые создают этот самый коридор. И в этой восьмерке Турецкая Республика. Наш брат, наш союзник, наш партнер. И это очень важно, что и Турция, и наши другие арабские страны участвуют вот в этом коридоре. И очевидно, что эти коридоры, я имею ввиду Центральный Азию, Южный Капас, Азербайджан, они будут соединены со всеми вот этими коридорами. Это уже становится большим мощным пространством, но которое будет реализовывать свои интересы, отстаивать и защищать свои интересы, и национальные, и региональные, и глобальные, поскольку и Азербайджанская республика, и Арабская республика, Египет, это уже ключевые страны в глобальном масштабе. Что Азербайджан может дать Египту? Почему у них такая заинтересованность по отношению к нам? Было подписано несколько документов. Ну, если взять и просмотреть подписанные документы, которые мы видели, они были подписаны частью еще в прошлом году, когда президент арабской республики Абдул-Фаттах Ассиси посетил Азербайджан в январе прошлого года, нужно рассматривать все это во взаимосвязи. И ведь мы знаем, что Египет использует очень большую энергию, то есть и энергию газа, нефти, угля и возобновляемых источников энергии. Но проблема заключается в том, что это не проблема, это естественно природа. Уже население зашкаливает 113 миллионов. Это очень быстро растущая экономика и быстро растущая страна. Очень молодая, амбициозная страна, как и Азербайджан. Нужны больше источников энергии. И вот в этом вопросе Азербайджан естественно может и вот то, что я уже сказал выше, по этому коридору передачи энергии возобновляемых источников энергии. Это в том числе и электроэнергия, энергия солнца, энергия ветра. Да, правда, на территории самого Египта это имеется тоже большой потенциал, но как я уже сказал, отстают технологии, необходимые новые технологии, необходимые инвестиции. И Азербайджан обладает инвестициями, капиталовложениями. У Азербайджана большой потенциал в этом вопросе. Технологии, которые уже который год в Азербайджане опробируются. Это естественно, что поставки традиционных источников, я имею ввиду в первую очередь природного газа, жиженного, на что уже скоро будет переходить и Азербайджан, то есть и наши партнеры, я имею ввиду Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. То есть в данном случае взаимообмен и взаимообогащение, оно приводит взаимозависимость, взаимодополняемость и взаимовыгодность. И это необходимо рассматривать именно в этих трех сферах. Рауф Мелем, спасибо вам огромное за очень интересные ответы. Благодарю вас. До свидания. Об Азербайджано-египетских отношениях мы говорили с политологом Рауфом Раджабовым. Ровно через месяц в городе Шуша состоится неформальный саммит организации тюркских государств. Основные темы этой встречи будут связаны с транспортом и климатом. Сообщил об этом президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов Тюркпа. Сегодня налаживание и расширение транспортных связей это процесс который тесно связан с объединением тюркского мира. В центре внимания вопросы начала функционирования среднего коридора и наращивания грузоперевозок. Здесь взаимодействуют все страны члены организации тюркских государств. Глава государства поблагодарил Казахстан за инициативу предоставить возможность для переговоров между Азербайджаном и Арменией сообщил о текущем положении дел между сторонами. У нас никогда не было и нет территориальных претензий ни к одной стране включая Армению. Это у них были территориальные претензии к нам. Это в их декларации о независимости которая потом стала частью их конституции есть территориальные претензии к Азербайджану. Это в их идеологии политики и общественном дискурсе постоянно звучат претензии территориальные к Турции. Это в их обществе из азербайджанцев и турков лепят образ врага с малых лет. Это их общество отравляется националистами и военными преступниками. Поэтому они должны этими вопросами заниматься. И конечно же заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном при том, что нынешняя конституция Армении остается неизменной просто невозможной. При определении приоритетов внешней политики Азербайджана в качестве основных направлений были установлены укрепления тюркского мира наши отношения с тюркскими государствами. Еще в своем выступлении на церемонии инаугурации после президентских выборов этого года Ильхам Алиев заявил, что наша семья это тюркский мир. Другой семьи у нас нет. Между тем председательство в ТюркПА перешло к Азербайджану. А сейчас вместе с гостем итогов недели доктором права, экспертом по международным отношениям из Израиля Михаилом Финкелем мы обсудим наиболее актуальные вопросы касающиеся нас и нашего региона. Михаил, здравствуйте. Добро пожаловать в Баку. Здравствуйте. Большое спасибо. Как известно, получил от Еревана очередной пакет предложений по мирному договору. И как было отмечено в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны открытых вопросов по соглашению стало меньше. Уже есть значительный прогресс. Мы знаем, что без посредников напрямую стороны научились договариваться. Азербайджан не имеет территориальных претензий ни к какому государству. У нас в Конституции такого даже и нет. Недопустимо, чтобы и Армения пыталась провести параллели в этом вопросе. Мы об этом говорили не раз. Как вы думаете, пойдет ли Ереван на изменение Конституции? Или все то, что они говорят о мирном договоре, о своей приверженности к миру, это просто слова? Смотрите, я с позитивом начал смотреть на господина Пашиняна. На самом деле, он тот лидер, который смелый лидер и который не боится ответственности. Ответственность колоссальная, потому что большинство простого армянского народа в Армении не готовы к тем шагам, которые он предпринимает. Только интеллигенция и малая часть понимает дальновидность и необходимость и неизбежность этих шагов по нормализации отношений с Азербайджаном. Огромная опасность для его жизни, потому что есть очень много исторических прецедентов, когда жертвуя землями были убиты многие политические лидеры. Либо даже принимая земли, как, например, тот же президент Египта Саддат, подписавший мир с Израилем, был расстрелян фактически за это. Ицхак Рабин был убит фанатиком за то, что он отдавал землю палестинской автономии. И этот список огромный идет в существовании Римской империи. Поэтому тут есть огромная опасность. Но вместе с тем, мне кажется, что пока Пашинян может влиять на ситуацию, и есть такой осторожный консервативный оптимизм. Может быть, он и пойдет до конца, потому что другого выхода просто нет. Не знаю, останется ли он, сможет ли он, сдюжит ли, но хочется верить, что да. А что вы думаете о его так называемом конкуренте об архиепископе? Ну, как я уже сказал, большинство, в общем, абсолютное большинство граждан Армении выступает против нормализации. Они жаждут реванша. Они ведут себя так же, как многие страны вели, потерпев поражение в войнах. Рациональности разума там нет никакого, только эмоции, национализм. Жуткая идеология, деструктивная, саморазрушительная. Но вместе с тем, они хотят снова забрать назад эти земли каким угодно образом, хотя на это нет никаких возможностей сегодня. Также, помимо самих граждан Армении, не секрет, что есть некоторые страны, которые занимаются накачкой Армении вооружением и пытаются сделать так, чтобы у нее были возможности потом снова вернуть себе то, что было утрачено в результате Второй Карабахской войны. Поэтому тут есть как внешние факторы, так и внутренние факторы. И уверен, что именно синергия и симбиоз этих факторов и толкают этих людей вперед. Ну, а плюс это еще священник, тут некая такая сакральная фигура в глазах многих, религиозная, чуть ли не погрешимая, чуть ли не святая. Так, в общем, конечно же, наивные люди пойдут за ним. А позволит ли Запад, который, как говорят многие, все-таки стоит за Пашиняном, этому случиться? Ну, смотря какой Запад. Запад разделен. Тут, опять-таки, нужно понимать, какова позиция Франции, какова позиция Англии, какова позиция, опять-таки, Америки, будь то демократическая партия или республиканская. Опять-таки, мы понимаем, что демократическая партия более симпатизирует Армению, а республиканская более Азербайджану. То есть, все настолько зыбко, надо посмотреть. Многие уверены, что все-таки подписание мирного договора состоится уже этой осенью. Я бы очень хотел в это верить, я бы желаю этого от всей души, потому что это даст возможность идти вперед, развиваться, Азербайджану и Армении. Но, к сожалению, история не всегда идет по рациональному вот этому витку, но мне бы очень хотелось, чтобы так произошло. Михаил, мы вспоминали на этой неделе наших погибших коллег, оператора телеканала АСТВ Сираджа Абышева и сотрудника информационного агентства Азертач Майгерама Ибрагимова. Трагический инцидент, я напомню, нашим телезрителям, в том числе, случился 4 июня 2021 года в Кельбаджарском районе. Они погибли, выполняя свой профессиональный долг, когда находились в машине, и которая подорвалась на мине. Эта мина, как известно, была заложена армянской стороной уже после Второй Карабахской войны. То есть, они тогда еще все-таки имели доступ к этим территориям. противотанковая мина. Таких невидимых врагов на нашей территории тысячи и тысячи. Про карты минных полей мы тоже много раз говорили. Мы неоднократно поднимаем этот вопрос. Все-таки снова придется самостоятельно все очищать. А это работа на очень долгие годы. не надеется. К сожалению, мне кажется, что вам придется самостоятельно все очищать. Но я думаю, что все нужно фиксировать. И если, бог даст, будет финальный, всеобъемлющий мирный договор с Арменией, то я бы потом, конечно, поставил бы вопрос о компенсации. Потому что, юридически это будет правильно. И это будет компенсация за тот урон и ущерб, который был нанесен жизнью, здоровью и имуществом. Вот это необходимо делать. Потому что у таких преступлений нету срока давности. Это преступления против человечности. И они имеют также универсальную юрисдикцию. То есть можно взыскать и заставить ответить по этим преступлениям, где бы то ни было в мире. Израиль тоже сталкивался с такими случаями. И не раз. Совершенно верно. Поэтому у нас есть опыт. И мы им делимся. И что было в вашей ситуации, так скажем? Была ли должная реакция мирового сообщества? Или это ко всем одинаково? Мы, как говорил Дон Корлеона в фильме «Крестный отец», делали такие предложения, от которых было невозможно отказаться. Мне кажется, это единственный путь. Михаил, конечно, я не могу спросить вас о том, что сейчас происходит в Израиле. Война с Хамас. И не только. Удалось освободить заложников, как известно. И хотелось бы услышать от вас, как все-таки это происходило. Были ли при этом пострадавшие, убитые? Подробнее, пожалуйста. Ну, я подчеркну, что Хамас является частью движения «Братья-мусульмане». Это террористическое движение. Хамас считается террористами и в Египте, и в Ордании, и в Саудовской Аравии, и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Омане, и во многих, в Бахрейне, и во многих других странах. Поэтому мы имеем дело с чистыми классическими террористами. Да, нам удалось освободить четверых заложников. Девушка, которая там была, ей не давали мыться 8 месяцев. Практически все заложники, которые попадают к нам, рассказывают о том, что всех насиловали. Независимо от того, были это мужчины, женщины или дети. Это подтверждают врачи, причем международные врачи, и Красного Прекиста, и представители США, и Евросоюза. Я не смогу оскорбить животных, назвав террористов Хамаса животными. Животные — это прекрасные творения Бога. У меня нету термина хорошего. Ну, наверное, монстры. Это единственный термин, который я могу применить. Слава Богу, уже эти заложники со своими любимыми, с родными, с семьями очень многие убиты, очень многие еще не освобождены. Вот эти четверо человек — это чудо. Погиб наш офицер, молодой, красивый парень. Это вся трагедия. Война не окончена, хотя мы контролируем практически весь сектор газа, но зачистки будут еще долго идти. И война с терроризмом — это беда. Это беда, от которой страдает и наш народ, и народ арабский, который в заложниках у Хамаса, который пришел к власти путем выборов и навсегда остался. Точно так же, как нацистская партия в Германии. А сколько еще заложников нужно освободить? Большое количество. Зависит от того, кого слушать и кому верить, и кто убит, скорее всего, а кто нет. Но по информации, кто у нас есть сегодня, а с нами наши действия координирует правительство США и армия США, и начальник штабов Ближнего Востока с нами, мы видим, что большинство убиты. Убиты зверски, убиты после изнасилования. У меня нет слов. Как вы прокомментируете последнее, можно сказать, решение, но оно еще не вступило в силу, но планирует, да, ООН включить израильскую армию, даже не страну, а именно армию, Цахал, в список, так называемый черный список, которые, так скажем, убивают детей в зонах конфликтов, вооруженных конфликтов. Я желаю организации объединенных наций успехов. Они отрабатывают всегда свои бюджеты, они получают заказы. Я вообще не верю в такие организации, и многие страны прекрасно понимают, что стоят все эти резолюции, кто за них платил, мы знаем, кто за них платит. У нас достаточно врагов, как у многих цивилизованных, демократических и человечных стран. Поэтому, когда мы говорим об ООН, ООН до сих пор не смогло нормально, внятно осудить терроризм, осудить то безумие, которое происходит. А вот армия, которая воюет с терроризмом, причем под присмотром США и Евросоюза, потому что каждое нажатие кнопки, каждый выпуск ракеты идет с одобрения не только израильских офицеров, но и офицеров объединенных штабов США и так далее. Никаких ковровых бомбардировок нет, у нас нет даже самолетов для этого. А есть точечные удары после многочисленных проверок. Но, к сожалению, Хамас использует живые щиты, людей берут, приковывают просто оковами к пуску-запуску ракет. И согласно международному праву мы имеем право для защиты собственных граждан туда бить, несмотря на то, что если там есть живые щиты, и все армии мира так делали. А мы в этом не виноваты. Но то, что есть, то есть. Ну, пусть внесут в этот список. На что влияет резолюция ООН или ЮНЕСКО? Я думаю, Азербайджан прекрасно знает это. И еще один такой вопрос, у меня еще есть вопросы, но, тем не менее, помимо Хамас, Израиль, мы знаем, обстреливается с разных сторон и другими силами. Хизбалла это иранская марионетка. 200 тысяч граждан Израиля не живут на севере Израиля. Они вынуждены жить за счет государства в гостиницах в центре страны. Они не работают, не работают бизнесы, не работают школы, больницы. Каждый день обмена ударами, ракеты, причем десятки ракет. И уже министр обороны Израиля Галлант объявил о том, что 350 тысяч израильстов нашей армии сейчас призываются и будут направлены на наземную войну с Хизбаллой, квазишиитской террористической группировки, которая является всецело шавкой и марионеткой Ирана, содержится на его деньги. И вот, используя вот эти марионетки, на нас нападают. Но мы не будем давать себя бить. Мы сейчас заканчиваем полностью южную операцию и переключаемся на северную. Мы принесем мир нашим гражданам и вернем их домой. Каково все-таки жить вот в такой обстановке постоянно напряженной? В октябре уже год будет. Я вам скажу, это намного лучше, чем 80 лет назад, когда нас ввели в Освенцим. Мы свободный народ, мы сильный народ, мы воинственный народ. И мы отвоюем свое право жить на земле наших предков. Михаил, осмелились вас спросить цель вашего визита в Азербайджан? Я люблю Азербайджан, я люблю Баку. Это просто моя любовь, которая безмерная. Есть определенные встречи, есть определенные попытки идти вперед. И каждый визит в Баку для меня праздник. И вообще у нас в Израиле говорят, если бы у нас был такой президент, как у вас, мы бы уже решили большинство наших проблем и вопросов. Но у нас, к сожалению, не все так просто. Поэтому я желаю благословений вашей стране, вашей земле и, конечно же, мира. И верю, что скоро у вас получится его достичь. Сразу у меня вопрос. Внутри политической ситуации в Израиле сейчас насколько обострена? Она шаткая. Могут быть в любой момент назначены выборы, но согласно всем статистическим прогнозам, скорее всего, будет переизбран действующий премьер-министр в Бенемину Таньяву. Поэтому как не пытаются его оппоненты вместе скомпоновать какой-то противовес, я не думаю, что у них получится собрать большинство депутатов парламента нашего. Напомню, у нас 120 мест, нужно иметь хотя бы 61 место, то есть простое большинство. Но не думаю, что будут выборы, пока мы не закончим войну с Хизбаллой. То есть вполне возможно, что это еще будет отложено на какое-то количество месяцев. Но общество разделено, разделено радикально. Эмоции очень высокие. Боль очень большая. Слез. Знаете, как океан крови и океан слез. Но все равно все это пройдет. Сказал Соломон, пройдет и это. Как сегодня живут евреи во многих точках мира? У вас же все-таки есть с ними связь, общение? Что рассказывают вот именно после того, что случилось 7 октября? К сожалению, очень много антисемитских атак, протестов и так далее. Беда в том, что очень многие эти протесты финансируются людьми, которые даже и не связаны, как бы напрямую с террористическими или квази-террористическими организациями. Недавно Израиль сделал исследование, кто финансирует большую часть протестов в университетах США и Евросоюза. Ну и выяснилось, что за этим стоит фонд Сороса. То есть есть и такое. Человек, который является этническим евреем и вместе с тем врагом собственного народа и собственной страны или страны своего народа, хотя он не является гражданином Израиля. Ну и так далее. То есть это мутная вода, в которой многие пытаются поймать свою рыбку. Мы все это понимаем, мы все это знаем и смотрим вперед с оптимизмом все равно. У нас нет выбора, как говорил Голдемейер. Голдемейер, мы обязаны снова победить. Вы наверняка здесь, в Азербайджане, пообщались с евреями. В том числе. Да. Что они рассказывают? Но я могу сказать, что они все рассказывают мне, что они очень хвалят позитивную политику президента и правительства Азербайджана. Те комфортабельные условия, которые тут созданы для еврейской общины. Практически полное отсутствие на всех уровнях неприязнь антисемитизма. И я за это многократно благодарю вашу страну. И мне хочется верить, что так будет всегда. В отличие от многих других стран, ситуация в Азербайджане с еврейской общиной одна из лучших в мире. То, что есть отданность. Это факт. И мой последний вопрос. Он касается, опять же, нас, Азербайджана. Мы любим себя хвалить, но это так и есть на деле. Как вот удается нашей стране, на ваш взгляд, хотелось бы услышать ваше мнение, вот таким оставаться островком мира, безопасности, уметь дружить с разными странами мира, соблюдать баланс? Мне кажется, что очень многое зависит от той, я не побоюсь этого высокопарного слова, гениальной политики дипломатической, которую ведет ваше государство. Многопрофильной, многополярной, мудрой, с учетом исторических факторов, с учетом того опыта, который есть и накоплен и Азербайджаном, и другими странами, с выводами, с аналитикой. И вот тогда вот такие плоды. Ну и, конечно же, душа вашего народа, особенная душа, гостеприимная, добрая, любящая. Вы удивительный, неповторимый народ. И в любви к вашему народу, я признаюсь всегда. Спасибо вам огромное. Человеческий мост, конечно же, играет огромную роль. И очень много евреев, выходцев из Азербайджана, которые приложили немало усилий для того, чтобы отношения были на таком уровне. И среди них, конечно же, наш покойный друг Арье Гуд. Мирова душа. Спасибо вам огромное за то, что нашли время, воскресный вечер, и приняли участие в итогах недели. Благодарю вас. Спасибо. Я напомню важные события недели, касающиеся нас и нашего региона. Нам комментировал доктор права, эксперт по международным отношениям из Израиля Михаил Финкель. И в завершении несколько новостей. Азербайджан еще раз подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Такое заявление сделал МИД в связи с проведенными так называемыми парламентскими выборами и их итогами в Цинвальском регионе Грузии. Тем временем МИД России направил армянским коллегам ноту протеста после посещения армянской делегации украинского города Буча. Москва расценивает это, а также недопустимые высказывания в адрес России и предоставление Киеву гуманитарной помощи как недружественный шаг. Интересно, что в Армении визит делегации в Бучу отрицают. Турецкий астронавт азербайджанского происхождения Тува Джихангир Атасевер совершил полет в космос. Он продлился 1 час 20 минут. Примерно через 40 минут после взлета космическая капсула с астронавтами отделилась от ракеты-носителя. Научные эксперименты проводились в течение 15 минут. После окончания миссии вначале успешно приземлилась космическая капсула, а затем и ракета-носитель. Во время полета Тува Джихангир Атасевер был одет в униформу с вышитыми на ней флагами Турции и Азербайджана. Астронавт также взял с собой в космическую экспедицию флаг Турции и флаг Азербайджана, подаренный ему президентом Турции Реджепом Тейпом Эрдоганом во время фестиваля Технофест. Это были самые значимые события этой недели. Чем нам запомнится следующее? Смотрите, как обычно, в воскресенье в 21.00 на телеканале Си-Би-Си. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин